Думаем, что мы умные, что мы правы всегда, что мы правильно поступаем своими мудрыми советами, гениальными и всем остальным. Что мы делаем? Плохое отношение к себе начальства, плохое отношение к себе родителей, плохое отношение к себе жен и мужей. Значит, что причина нашей несчастья в жизни? Наш, извините, дурацкий характер. Наше самомнение, наше гордыня, наше упрямство, наше своеволие и так далее. Кто виноват? Сами виноваты. А зачем дожаловаться? Если, извините, я сам себе отрежу палец, зачем-то оплакать? Кто тебя заставлял? Резкий его никто. Так? Зачем плакать, что мне больно? Пожалейте меня, мне очень больно. Да не режь ты его себе. Не бей молотком в полку себе, не будет больно. Но мы бьемся молотком в полку, портим свою жизнь и другим, ближним своим, а потом уходим, плачем и жалеем. Пожалейте меня, мне так тяжело. У меня жизнь тяжелая, если бы вы только понимали. А мы ее сами портим. А если бы вы подошли бы мудро и понимали, да, я натворил то, то, и это, и это. И характер у меня дурацкий. И вот я за это рассчитываюсь, расплачиваю за свой идиотский характер. Так? Кто виноват? Моих несчастья. Потому что у меня начальство не любят, потому что у меня в семье проблемы, потому что у меня там не так, здесь не так, то я виноват. Это мой крест. Не хотим. Значит, когда мы жалуемся на судьбу, когда мы в своих страданиях обвиняем других, значит, крест мне не нравится. Да, я его сам себе воздвиг, но я такой крест себе не хочу. Дай тебе полегче. А лучше вообще заберите любой крест. Чтобы комфортно, полнейший. В принципе, в принципе, Бог может там всегда счастливое настоящее, так, без проблем, без забот, без болезней. Так, кстати, а сколько? На болезни жалуемся, кого не послушай. Ой, у меня болит. И здесь болит. Пошел к врачу, пошла к врачу, а мне сказали, а мне прописали, а меня нашли. Ой, если бы понимали. Хорошо тебе здорово говорить? Что ты вообще-то? Хорошо тебе, ты здорово не болеешь никогда. А мы-то больные все. Но извините. Извините. Любой грех разрушает душу. Душа дает жизнь телу, жизнь и здоровье. Разрушенная душа жизни дать не может в том объеме. Тем более здоровье дать не может. Поэтому при разрушенной душе тело будет разрушаться. Поэтому мы болеем. И чем больше у нас грехов, тем больше мы болеем. А хочется грешить и не болеть при этом. Вместо того, чтобы понимать, что я болею по заслугам. Все болезни я получил по своим грехам. И слава Богу, что мне Бог так дал, мог бы мне еще сильнее и хуже, и страсти наказать. Нет. Мне себя жалко. И вы мне все пожалеете. И вообще не трожьте меня. А еще у нас есть такое понятие. Нервы не в порядке. А это не нервы, а страсти и раздражительности. Так. И мы... У меня еще и нервы больные, поэтому я буду бешеный, злой или злая. Или раздражительный, стропливый. Короче, так спичка. Ко мне не сходите, потому что мне нервы. То есть мы что делаем? Не только свой крест пытаемся от него избавиться. Не только пытаемся переложить на других. И еще пытаемся свой крест оправдать болезнью. Перевести его в болезни. Оправдать не будет. Я говорю еще раз, Господь может нам сделать здесь хорошо, чтобы мы грешили и жили хорошо. Но, если он даст нам здесь хорошо, естественно, нам там будет очень плохо. Потому что Бог, он абсолютно справедлив. И за любой грех всегда приходит наказание. И поэтому надо радоваться, что нам наказание приходит здесь, в этой жизни. Видит тех крестов, которые мы несем. Там, в семье, в здоровье, на работе и так далее. Это Бог нас наказывает. Точнее, мы сами себя наказываем. И Бог. Но Бог упускает нам эти наказания. По любви своей к нам. Почему? Потому что, если не будем наказаны, то здесь мы в страданиях искупаем этот грех. Если мы не будем страдать здесь, значит, во всей полноте будем наказаны там, в той жизни. Но это будет вечно. Поэтому надо радоваться тому кресту, который каждый из нас с вами несет. И не роптать на него, а понимать, что я его сам себе построил, этот крест. Сам все выточил. Не важно, там, из гранита, там, или из дерева, кто, у кого какие грехи. Кто-то такое себе и сделал. Так? И нечего роптать. И нам сегодня Евангелие об этом и говорит, что кто хочет идти за мной, да возьмет крест свой и по мне греет. То есть, именно понимает, потому что у нас святых не бывает. У нас много грехов. Но если мы понимаем, что мы получили по заслугам, это уже крест, который мы понесли. Так что мы уже пошли за Господом. Потому что, если Господь за всех нас, в случае безгрешных, понес наказание, то мы, неся не все наказание, только некую часть, но неся смиренность, мы идем за Господом таким образом, потому что мы смирились с этим наказанием, которое мы сами себе воздвигли. Это уже хорошо, это прекрасно. И наоборот, если мы будем возмущаться против того креста, который сами себе сделали и сами себе на плечи положили, значит, мы идем уже не от Бога, то есть, идем не к Богу, а от Бога. И что самое главное, крест от этого не отменится здесь, но наказание будет и здесь, и там. Если мы понимаем, что я по своим заслугам, по своей вине страдаю, то наказание будет здесь, но уже не будет там. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok А вот на кого мы похожи с вами? На тех же евреев. Сегодня с ветками стоим, так? А что завтра скажут? Неизвестно. Так или нет? Да, да, пришли сейчас в полный храм, все с ветками, веточку освятили. Да, радуемся, хорошо, ура, Асану Сан Давидову, Пасха скоро. А вот что с нами будет через какое-то время, мы не знаем, а даже можно прогнозировать. Не пройдет и двух недель, и здесь будет пусто. Так или нет? Пусто, пусто. Так, и теперь аж до крещения. Храм будет полупустой. Сейчас мы добились полного храма и радуемся. И еще Асану Сан Давидову. Скоро Пасха. Вот Христос идет. Буквально Пасху встретим, так? И все. У нас у всех дела. Огороды пойдут, еще что-то пойдет, экзамены пойдут. Да много чего пойдет. И получше что? Там и такие же самые, как и те. Точь в точь. То есть они почему сказали распни? Да, сегодня они радуются. Радовались. Вот там две тысячи лет назад. Радовались. Но опять же, ведь в Писании мы читаем, что одни радуются искренне, а другие потому, что он воскресил Лазаря. Чудо из чудес. Невероятное чудо. Но я еще раз напомню. Чудо в чем? Во-первых, четыре дня в гробу. То есть там в гробе это пещеры. Там не копали в землю. И гробов не было как таковых. Там забинтовывали. Причем длинной такой ткани бинтовали. И Лазарь четыре дня лежал при температуре по 40 градусов. Мы сейчас замораживаем, и то покойник быстро портится. Так? Тогда не замораживали. И при 40 градусах лежал. Что из него было? Когда Господь пришел, ему говорят, смердит. То есть уже запах невероятный. И Господь совершил чудо. Он воскрес. Но еще одно чудо. Он вышел. Будучи связан в рукам и ногам. Когда даже встать нельзя. Он вышел. Это второе чудо. И естественно люди это понимали. И естественно одни поняли, что это Христос Сын Божий. А другие увидели, что это как раз, наверное, тот мессия, который даст нам политическую власть и силу. Который из всех остальных людей сделает материально-техническую базу. А им сделает от каждого по способности и каждого по потребности. Они радовались одни искренне, потому что Бог, поняли, что Бог, что это мессия. Но была, я думаю, что не меньшая, а большая часть, которые в этом имели свою корысть. И как только власти сказали ФАС, весь народ так и сделал. Так или нет? Все говорят, распни его, распни. Пусть кровь будет на нас, на наших детях. То есть пусть мы все вы проклят. Но распните его. Да, я так говорю немножко, может быть, мы головой качаем. А ведь смотрите, жизнь, мы же не знаем, что будет завтра. Сейчас мы видим, что там только пластиковые карточки, там то, то, то и это. И даже вот с цифрами, когда были проблемы, помните, там лет 5-7 назад, да? Ведь не то, что там всем взяли и не пошли. Каждый втихаря принял и от священника требует. А вот теперь дайте мне такую лазейку, чтобы и греха не было, и чтобы жить было хорошо. А если бы вы все не приняли, да нас бы никто не заставит. Так? Да что мы с молодушным членом? Так? Распяли. Пускай от каждого поодиночке. Почему те кричали, распни? Я не думаю, что это такие глупые были. Так? Наверное, каждый боялся, чтобы про него плохо не подумали. То есть ведь многие из тех, что кричали, распни, я не думаю, что это такие плохие были. Я думаю, что они понимают, что это Христос, что это Мессия истинный. Сколько он чудес совершил. Сколько он мертвых воскресил. Того же Лазаря. Там пятью хлебом сколько тысяч насытил. И так далее, так далее, так далее. То есть понимали люди. Но частенько в Евангелии фигурирует страха ради иудейского. То есть, ну, переводя на наш язык, чтобы про меня не подумали, что я не такой, как все. Что я... Так, болтать потом будет. Опять же, всегда ты болтаешь. Вот, понятно. Сюда вот так. Понятно. Вот. Где-то посередине встали. Вот так. И что? Чтобы не подумали, что я отщепленец от коллектива. Не дай Бог не уподозрит, что я не такой, как общество. А у нас сейчас тоже ведь средства массовой информации умеют создавать и общественное мнение. Так? И если, не дай Бог, не так мысль, то ты уже не политкорректен. То ты уже не уважаешь общечеловеческие ценности. А что это такое? Я не понимаю, что это такое. И никто не понимает, что самое интересное. Общечеловеческие какие-то там общие. Какие-то. Вот сказали так, бросили фразу, и мы, да, да, общечеловеческие. А что это такое? Я не знаю. Так, и тогда боялись, чтобы не быть неполиткорректным против тех, кто кричит «распни». И тогда боялись, чтобы не обвинили его, что он против общечеловеческих ценностей. Так, я к чему веду? К тому, что не подумайте, что там все такие плохие были. Большинство из них смолодушничали. И мы смолодушничали. И я говорю, что и дальше не смолодушничали. Потому что времена сейчас лукавые. Лукавые. Если каждый из нас потихонечку будет молодушничать, то будет то же самое. Распнем Христа еще раз. Но придет, там будет второе пришествие. И еще. Ведь мы как сейчас? Ищем на кого бы скинуть свою ответственность. Поэтому. А почему церковь молчит? А почему это? А почему это? А вот ты сходи за нас все сделай. Так. То есть езди ко всем. Вот сколько здесь стоит, по-другому, да? Кажется, на работу езди, там договорись. Чтоб не было этого. Это возможно? Невозможно. Но. Я же сам-то не хочу. Или там сама. Не хочу там напрягаться. Чуть-чуть. Чуть-чуть против шерсти. Пока еще можно. Не хочу. Стесняюсь. Так. Пусть там кто-нибудь что-нибудь сделает. Никто делать не будет. Поэтому я еще раз хочу напомнить. Во-первых, то, что мы с вами неизвестно, что с нами будет. А уже практика показала, что мы малодушные. И можем еще раз смолодушничать. Этим малодушным Христа предаем. Как и Петр в свое время смолодушничал. У него потом хватило силы воли покаяться. Так. Но смолодушничал три раза подряд. И главное, перед кем? То перед рабыней, то перед служанкой. Что перед солдатами? Которым было все равно. Кто он и откуда он. Абсолютно все равно. А вот малодушный человек. Так само и мы малодушники в этой жизни. И еще второе. Даже, ну, пример такой. И мы храм проезжаем. Бритричи, и там лево-побус лечу. И... Неудобно, перекисли. Бывает. Тоже малодушие. И еще много чего. И даже так. Вот очень часто, зная, что мы верующие, нас провоцируют на ссоры, на споры, на скандалы. То есть, а докажи, объясни. И вот мы так эти... По типу, а тебе слабо? И мы... Нет, не слабо. Сейчас я докажу. А ведь доказывать-то надо не умом своим. Так. И не гордыней своей. И мы еще раз... Я уже за Христа ругаться начал. Там чуть ли не матом. За веру свою. За церковь. Это надо специально провоцировать, чтобы какие мы... Даже собой владеть не можем. Если уж проповедовать Христа, то в первую очередь своим поведением. Кротностью своей. Смирением своим. Так. А мы же траптивы до ужаса. Правильно? Мы же умны до ужаса. Вот давайте посмотрим. Вот слово говоришь, тысячи слов в ответ. Что самое интересное. На их мы даже исповедиться не умеем. На их мы приходим, начинаем со священником спорить. Вместо того, чтобы в грехах каять, спорим со священником. С кем спорим? С Богом спорим. Это сплошь и рядом. Понаблюдать, понимать. Как только задерживаются, какой-то спор пошел. Кто-то характер показывает. Так? А это мы с вами. Это мы с вами. Только что один сегодня спорит, другой завтра спорит. А третий когда спорил, потом уже понял, что это нельзя делать. Но однако, есть у нас эта гордыня. С Богом поспорить. Есть? Есть. Свой ум показать. Если я хочу показать, за что ума нет у меня, я потом и покажу, что у меня его нету. А мы дошли до того, что уже мысль не луавим. Причем много таких людей, которые слышат не в обиду женщин больше, которые не слышат мысль, они выхватывают отдельные слова. Так вот и спорят. И что-то доказывают. Вот и мысль послушай. Нет слова будут слушать. По слову знакомому, мы слышим, будут спорить. Вот точно так же, точно так же спорили с Господом. И вот давайте читаем Евангелие, там постоянно подошли к нему, искушая их глаголе. Подошел к нему, искушая их глаголе. Постоянно подошли, подошли, подошли. То есть им не нужно, то есть им неинтересно было. Вот так по делу, по делу, спасите, подошел Никодин. Кто действительно хотел узнать, искренне так, по-настоящему узнать. А остальные, что подходили, а те слабо. А я сейчас погляжу, как ты будешь париться. Я сейчас такой вопрос заготовил. Вот как ты будешь крутиться? Сейчас я посмотрю на тебя. Мы с этой целью подходили. Кому-то, кесарю или Богу. А какая заповедь самая лучшая? Неужели он не читал заповедь? Читал. И какое терпение у Бога? Бог стал терпелив обещать. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, всей душой, возлюби ближнего. У него не хватило терпения слушать. То есть Бог терпеливо выслушал вопрос. Терпеливо отвечает то, что знают все. Терпеливо, с любовью. У этого просившего не хватает терпения слушать. Он тут же прибывает в спаситель и говорит, ну это я соблю все. Что еще надо? Господь ответил, опять, не по шерсти. Он обиделся и ушел. И так постоянно. То есть, ты говоришь о чем? А то, что человек подошел, вопрос задал. Не для того, чтобы что-то спросить, а для того, чтобы вызвать на спор, чтобы какой-то диспут создать. Вот мы сейчас вот в этой системе живем. Попытаемся друг друга провоцировать на споры. Один, только начал кто-то что-то говорить, так сразу начинают, находятся спорщики, которые мысль слышать не могут. Которые тут же выходят отдельные слова, и по отдельному каждому слову начинают оспарить. Каждое слово оспарить. Вот. Мы уподобились тем самым людям. И когда человек не держит мысль, не ловит мысль, и не хочет, когда он рассеет, то есть, когда он реагирует на отдельные слова, он рассеет до такой степени, что он уже здание не видит. Он видит каждый кирпич в отдельности, а вот самого здания он не видит. Уже он ослеп, до такой степени, что только вот кирпич дает, кирпич дает лучше, красный, желтый, розовый. И все. А здание увидеть ему не надо. Это несчастные люди, но это мы с вами. Потому что мы сейчас так разговариваем, мы сейчас так спорим, мы сейчас так общаемся, как сейчас Приняк говорит, общаемся, хотя общаться это плохо. Общаются для чего? Люди разговаривают для дела, для конкретной цели. А когда общаются, это ради процесса. Один выговорился, другой выговорился, испражнился один, испражнился другой. И друг другу мешают испражняться, не спочит. Так вот, это тоже есть предательство Господа, в чем это предательство? Да в том, что Бог создал нас целостными. Так? А мы стали саморазрушаться. Разрушение, разрушительство, это свойство сатаны. И когда мы не можем себя сконцентрировать, когда мы не можем речь послушать, когда мы можем мысль уловить, так? Значит, мы уже уподобились кому? Дьяволу. Он тоже слушать не может. У него логики нет вообще, у дьявола. А он только отдельно слова зависит. И по каждому пытается впечатление свое закинуть. Это тоже измена Богу. И это измена на каждом шагу. И даже то, что мы, вот я говорю, огороду повел, и нас не будет в храме, а тоже измена. А почему? А потому, что нам Бог сказал шесть дней своих седьмой день по стемне. Как мы его посвящаем? Я вот вчера тоже говорил, в субботу человек, дай Бог, там 30 вечером, дай Бог, если есть, так, вчера, ну, полфраунда, чуть побольше было, веру, посвящаясь, а потом опять 30. Это что? Да, каждому из нас дьяволу подскажет. У меня дела, у меня работа, у меня дети, у меня то, на то он и дьявол, чтобы нам подсказывать, на то он и дьявол, чтобы нас не пускать, на то мы и люди, чтобы его не слушать. Я хоть так глупо говорю, у него работа такая, нас к Богу не пустить, а наша работа прийти к Богу, не слушать Его. И став пример, провожу, если там, сейчас вот начну лекцию по химии или по физике читать, вот так вот, на полном серьезе, с формулами, слушать будете? Отдельный мужчина, женщины нет. Правильно? Если вас не упускать из храма сейчас, и два часа, три часа, что будет? Сначала побунтуете, дверь закроем, побунтуете, а потом что? Сядете, будете слышать, но не будете слушать. Правильно? Каждый будет думать о своем, ты там трахни, раз обстоятельства такие сложились, но я тебя слушать не буду. Вот точно так же мы должны реагировать на дьявола, на тех помыслов, которые нам подсовывают с головы в наши, что в храм не надо идти, потому что я больной, что в храм не надо идти, потому что у меня детей полно, что у меня работы полно. Это же его попытка нас не пустить. И мы к этому должны относиться, как к лекции, на неинтересную тему. Нет, но мы слушаем дьявола с удовольствием. Это что? Это измена Богу. Это то же самое, что распни его. Давай вместе распнем с дьяволом. Поэтому, я еще раз говорю, времена сейчас лукавые. И если помните, многие слышали предсказания, правда не знаю, кого, но они сбываются, так что будет время, когда будут храмы открываться, народ в храмы повалит, и придет время, когда храм будет открыт, храмов будет много, а людей в них не будет. Давайте, вот два следа нашего храма. Так? Вначале все радуются, да, храм, давайте, надо, конечно, надо. Вроде как ходили. Пришло время, каждому приходится загонять. Каждому приходится загонять. Когда ты был на исповеди? Почему давно не был? Так, я не говорю, сейчас полно, потому что праздник такой. Сейчас так и так все придут. А буквально неделю назад, что было? В шесть раз меньше. Так вот, подходит, что да, и храмы есть, и все есть, а людей нету. Потому что дьявол каждому внушил потребность какой-то лени духовной, что неохота напрягаться, неохота стоять, неохота идти, лучше посплю, полежу. И уже доходит до того, что взрослым людям, говорят, вмущите взрослым, говорят, приходи к себе, к себе, я аж спать хочу. Как это, мужик взрослый в семь часов встать не может? Я не понимаю этого. Тем более, и женщин тоже. Но меня мужчина так очень больше удивляет. И что интересно, главное, на работу все ходят. Наверное, шесть, пол шестого встают. И ничего. Как в церковь? Восемь, это слишком рано. Встать, чтобы прийти к девяти. Это так рано. Так вот, ну что мы с вами докатились? То есть, мы идем на поводу у дьявола. Раз он, тем более, я еще раз напомню, ладно, дети, им только, дай вас, чтобы спать, и вы спать у двенадцати. А взрослые, они уже, система у них пошла, на работу все, уже выходной, не выходной, каждый скакает без будильника, в одно и то же время.